Мы с вами здесь очутились. Ах, да блин, что ж я не могу вот эту монетку взять? Что ж за интересная фигня какая-то? Или она нарисованная? То есть её нельзя схватить. Да, не получается. Представляете? Ладно, изгой-охотник. Стрела изгоев. Ну вот, да. Козий окорок. Лук изгоев. Хм. Ну, 145, но он очень тяжёлый у них, кстати. Давайте попробуем ещё вот здесь посмотреть. Может быть, тут что-то у них, какие-то сундуки, возможно, есть. Ну нет, сундуков нет, но нашли несколько баночек зелий. Вот слабое зелье лечения. Очень хорошая вещь. Надо будет, кстати, зелье лечения накупить, потому что, помните, когда мы... Ну вот, я уже говорил об этом с дреморами. С дреморами сражались. Очень, кстати, мне это помогло. То есть, естественно, магия, это нужно переключаться там и какое-то время занимает. Да плюс отнимает магию, вот именно восстановление сил. А здесь просто пей, 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 пей. Очень всё быстро восстанавливается, кстати говоря. Так, ну а что, куда мы сейчас с вами-то попали? Я что-то не совсем понял. Так. Где мы, где мы? А, найти жреца Буэти. Ну вот, я оказался прав. Нам именно вот сюда нужно было идти. Здесь изгои охраняют это место. Так, там что-то... Какая-то буйная слишком растительность, мне кажется. О-оу. Откуда это упало вообще? Непонятно. Ну ладно, будем предельно с вами осторожными. Что это было? Так, изгои охотник. Ну всё, тут понятно. Тут изгои, в общем-то. В остальном всё не так уж и сложно. Сверху там нас никто не гасит. Ну, видите, как с одного попадания они умирают. Зелень меткости. Ха, сырая кроличья ножка. Ну, восстанавливают две единицы здоровья. Но это, слушайте, это вообще смешно просто. Смешно даже рассматривать это как вариант... Так, оленья шкура, кстати. Оленья шкура. Ну, ладно, возьмём у кузнеца, когда будем прокачивать эти все навыки. Вот это непонятно, что-то такое светящееся у них тут висит. И это даже взять нельзя. Ну-ка, дайте-ка я попробую. Вы знаете, вот сейчас сжахнуть именно пламенем. Лидочка, извини, золотая. Извини, золотая меня. Ты, главное, меня не бей. Силы у неё восстанавливаются. Всё с её здоровьем нормально. Так, лук изгоев. Ну, в остальном тоже здесь всё то же самое, что у предыдущего перса, так скажем. Так, никаких тут секретных нычек, наверное, нет. Поэтому мы с вами просто можем уже... Ага, адепт. Ну что, нам за адепты дадут повышение навыков взлома. Так, нашёл. Нашёл это место. Сейчас откроем. Слушай, смотри, чуть-чуть с одной отмычки не получилось. Ну вот, одну отмычку и сломали. Но у меня их и так около сорока, поэтому... Да что ж такое-то? Во! Такие уже замки я открываю на раз-два. Причём навык не повысили. Глядите-ка, две мерзкие сапоги, серебряный слиток возьмём. И стальная стрела, сталистые стрелы уйдут на раз-два. Кстати, сколько они там стоят у нас? 85, да, ну нет. Да, и весит при этом 10 килограмм. Поэтому нафиг-нафиг. Будем белянки вот это всё говно собирать. Потому что тоже потом можно будет очень за неплохую цену продать именно вот торговцам. Здесь какие-то... Смотрите, в скале, вот в этой пустоше, в этой горе уже построены какие-то города тут. Так, ну что, смотрим, чтобы не было тут никаких ловушек. Так, посыпались камни. Так, Лидочка, Лидочка осторожно. Сейчас они Лидочку завалят. Зря она туда, на самом деле, побежала. Так, ну что, давайте. Первая кровь сейчас будет. Прольётся кровь этого изгоя-добытчика. У него, кстати, наверняка какие-то генетисты должны быть. Так, отлично. Супер. Так, это, наверное, меня ударная волна всё-таки так гасила. Потому что мне что-то показалось, что меня кто-то ещё там гасит откуда-то. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тут же ловушка была. Я что-то сразу её не заметил. Ага, вон она где. Ещё один изгой-добытчик. Ну ладно, с ним мы тоже сейчас быстро достаточно расправимся. У нас магии запаса достаточно. Упс. Ааа, это она подняла. Ёлки-палки, чё же я делаю? Я думал, кто ж поднял там это всё? Так, золото 83. Это с добытчик был. Так, броня изгоев. Сотня стрела. Берём лук. Так, ну в остальном тут всё остаётся то, что нам... Я прямо за тобой. Нет, 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 Лидочка, Лидочка, нет. Вот, аметист. 120. Ну вот, отлично. Сейчас тоже камушков-то собираем. Потом это дерьмо в три захода скинем. Тут плюс ещё есть сундучок. А рядом с ним взяли запас сил. Как оказывается. Осматриваем. Клёпанная броня. Нет, стальная стрела. Берём золото. И сильный зелий, запас сил. Отлично, не помешает. Вот я думаю, что Лидочке нам нужно будет эти зелия, запасы сил и скидывать. Золото. Угу. Ещё есть безупречный аметист. Просто замечательно. Так, что у них тут на столе ценное есть? У них есть двимерский лук, который, в принципе, можно загнать. А есть ещё зелий магии. Вот. В принципе, выгодно вот именно зелия собирать. Там, вы знаете, вот эти вот луки и так далее. Вот, кстати, Лида вообще просто нравится её бронь. Так, конкретно она подошла. Ну, точнее, я подошёл к этому делу, да. Вот. Но всё равно, как нормально она смотрится и выживает. Так, светильник. 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 Так, что тут ещё есть интересное? Да всё, наверное, больше ничего. Поэтому сейчас мы рванём туда. Так, вперёд. Будем почаще пользоваться нашими магическими словами. Дабы они не забывались и не простаивали. Так, ну что, показывают нам наш компас, что нам нужно идти туда, в дверь выше. Но перед этим сейчас соберём всех этих грибочек. Все эти грибочки. Кровавый венец. Ох, господи, я испугался этой верёвки. Так, лютый гриб вообще. Просто жуть. Да, грибков здесь действительно забили. Так как грибная ферма. Скажем так. Головы то ли скота, то ли это черти какие-то. Вот непонятно. А плот красный орёл. Орёл. Ё-моё. Ага. Ага. Нам, наверное, сейчас нужно ещё выше подниматься. Я правильно понимаю? Так. Сейчас. Найти жрец обои эти. Да, путь ещё недостаточно близкий. Поэтому сейчас мы с ними со всеми расправляемся. Так, изгой с одного. Ну, эти лучники, они вообще для нас угрозы никакой абсолютно не представляют. Единственное, меня уже, знаете, напрягает. Так, сейчас. Слабый я тупо откосил. Отнимаю эту цель от 30 дней запас сил. Это как раз от Лидии, но если бы она на холодном оружии была. Так. А потом, ну, я думаю, что после нескольких квестов займёмся именно зачарованием предметов, которые есть у Лидии. Чтобы она была просто стала терминатором в Средневековье. Чтобы её просто вообще никто не мог остановить. Так, у нас изгои. Ну, такие очень лёгкие. У неё даже нет вообще никакой брони. Просто в купальниках бегут. И при этом что-то хотят там ещё сделать. Попытаться меня убить. Но, естественно, у них это не получится. Так, откуда-то гасит слука. Определён... А, вон он. Как же я его так не увидел-то. Изгой-охотник. Ёлки-палки. А вот до него надо сейчас добраться. Обязательно мы сейчас до него добираемся. Так, стрела изгоев, оленина. Ну, в остальном всё по-старому. Аметистов и безопречных гранатов нет. Давайте вот сейчас вот эту палатку посмотрим. Что тут изгои ещё один. Какие-то они сонные. Даже не слышат то, что у них там происходит. Там, так сказать, под носом. Лежанка, спать. Ой. Батюшки мои. Чё-то он как-то ко мне подкрался. Ну, ладно. Давайте поспим. Сколько? Ну, думаю, часика 8, наверное, хватит. Отдохнуть нужно. Восстановить немножко силы. И потом уже со свежими, так сказать, силами. Извините за тавтологию. Пойдём дальше. Будем искать жреца Баэти. Вот здесь есть ещё одна лежанка. Как раз для Лидии. Ну, я думаю, что с Лидией... А где Лидия? Мать её, так. Думаю, что с Лидией мы спали в одной лежанке. Так, ну что? Нам как-то туда... А, вот она уже. Тоже проснулась. Глядите-ка. Тоже чувствует себя отлично. Потому что друг друга делали расслабляющий массаж. Ну что, изгой? Воу-воу-воу! Еее! Отлично. До свидания. Ну всё, вот и все изгои. Ну нет, ещё тут парочка есть, наверное. Кстати, было бы интересно, наверное, вот туда наверх всё-таки подняться. Вон он, этот жрец Баэти. Давайте с ним сейчас будем разговаривать. Но перед этим сейчас посмотрим. Здесь всё. Изгой, стрела. Ну, такие бедненькие здесь, на самом деле. Они попались. Нам насмотрим комод. Это даже не сундук. Я думал, что он со стороны казался, что это сундук. Так, ну, вроде бы, наверное, наверное, всё. Так, осмотрим мешок. Ну, яблоки это вообще полнейшая хрень. Правда, как вы заметили, таких предметов здесь в изобилии. Но сейчас должны уровень-то хотя бы повысить. Давайте с одной попробуем открыть это всё. Вот, отлично. Навык взлом до 45 уже повышается. Здесь у нас находится зелье лечение золота.